Всем привет, дорогие друзья! С вами Яксеназ, и сегодня мы будем разбирать все нейтральные предметы, начиная с патча 7.32. Поехали! Итак, друзья, прежде чем мы приступим к разбору нейтральных артефактов, конечно, мы должны понимать, что такое в целом нейтральный артефакт. Нейтральный артефакт — это особый артефакт, который падает с фарма леса, то есть добивание, конечно же, нейтральных крипов. И тут у нас есть очень интересная тема, что каждый из выбитых артефактов имеет определенный разряд, который, так сказать, у нас прикреплен к определенному промежутку времени. Давайте разбирать. Смотрите, первый разряд у нас есть второй, третий, четвертый и пятый. Первый разряд у нас дропается с седьмой по семнадцатую минуту, второй с семнадцатую по двадцать седьмой, третий с двадцать седьмой по тридцать седьмой, четвертый с тридцать седьмой и по шестидесятую. И, конечно же, самый сильный разряд у нас это пятый, и он дропается на 60-й минуте и выше, конечно же. И эти артефакты самые сильные. Ну, вы, в принципе, должны понимать, что первый разряд это легенькие артефакты, второй чуть посильнее, третий еще сильнее, четвертый еще сильнее, чем третий образно. И, конечно же, пятый, самые лютые артефакты. Это самое основное, что нам нужно, ребятки, знать. Ну и что, в принципе, тут все понятно. Давайте перейдем к разбору артефактов. Итак, друзья, начинаем мы, конечно же, с первого тира. И первый артефакт, который у нас тут есть, это Трасти Шаул. Данный артефакт нейтральный даст вам 75 здоровья. Также у него есть обилка, которая кдшится 50 секунд. Что она может сделать, сейчас я вам покажу. Смотрите, она у нас есть уже, эта лопатка. Она, кстати, ложится у нас в определенное место, в определенное место в рюкзаке. А это у нас место для нейтрального шмота. В первой доте такого даже и рядом нет. И, конечно же, этой лопаткой вы можете выкопать. Выкопать что, спросите вы? Вы можете выкопать манго, вы можете выкопать хилочку, вы можете выкопать руну богатств. При этом, подобрав руну богатств, вы даете всем своим союзникам это золото. Это реально очень-очень круто. Также вы можете выкопать кабольда, который будет вас атаковать. И, конечно же, будет наносить вам урон. Также вы его можете убить, получить за него золото и немножко опыта. Кабольд будет ходить за вами, если вы его не убьете, конечно же, и будет наносить вам урон. Но на лоу хп нужно быть аккуратным, потому что если выкопаете Кабольда, то у него там 13 урона, смотрите, как он накеляет, так сказать, Чапалаху даст, и все. Так что вот такой вот у нас, ребятки, первый артефакт, поехали на следующий. Следующий артефакт, который у нас тут есть, это, конечно же, Аркейн Ринг, как в первой доте. Помните, когда-то было кольцо, которое восстанавливало ману? Это оно есть. Ребятки, оно у нас дает в пассиве 8 интеллекта и плюс 2 единицы к броне. При этом у нее есть активная способность, которая кдшца 45 секунд. Давайте возьмем его и посмотрим, что она нам будет делать. Конечно же, 75 единиц маны всем в радиусе 1200 единиц будет восстанавливаться по нажатию определенной кнопки. Давайте нажмем, и, конечно, 75 единиц маны мы всем, причем и себе, также восстановили, ребятки. Кдшца 45 секунд, как я уже сказал, в радиусе 1200, вы можете восстановить ману. В принципе, очень хороший артефакт на раннюю стадию для саппорта. Поехали далее. Следующий артефакт, который у нас здесь есть, ребятки, это Possessed Mask. Данная маска даст нам к основному атрибуту плюс 7. И, конечно же, есть у нас пассивная, так сказать, тема. Это Lifesteal. Каждая атака восстанавливает владельцу 7 здоровья. Очень интересная маска. Мне кажется, на ранней стадии очень приятно будет с ней пофармить лесочек. Так что вот такой вот простенький артефакт. Следующий артефакт, который у нас тут есть, это Fairy Stringent. Данный артефакт добавляет нам 75 к здоровью, плюс 5% к урону заклинаний и, конечно же, плюс 5% к уменьшению расхода маны. Очень качественный артефакт для таких персонажей будет, как Шторм. Или для героев, которые раздамаживают, так сказать, или которым не нужно, нельзя терять очень большое количество маны. В принципе, 5% это немного, друзья, но все равно какой-то процент вы сможете себе потратить маны уменьшить. Но и также еще не забывайте, что заклинаний нанести побольше, так сказать, урона, ну чуть-чуть побольше, это очень даже круто. Например, вот смотрите, я взял его Абадон, и если щит у нас берет 85 единиц маны, то, конечно же, с этим артефактом будет брать, конечно же, чуть-чуть поменьше. На 5 единиц, это казалось бы даже немного, но в целом все вы знаете, что иногда не хватает одной маны, чтобы прям заюзать что-то. И этот артефакт может очень хорошо залететь, если нет никакой альтернативы, то можно, в принципе, поносить. Так что так вот, ребятки. Следующий артефакт, который у нас тут есть, это пикпол. Данный артефакт дает нам плюс 6 ко всем атрибутам, и, конечно же, у нас тут есть активная способность. Давайте возьмем этот артефакт и почитаем. Смотрите, монокост у нас 50 единиц и колдаун 25 секунд. Превращает владельца в зверюшку на 4 секунды и увеличивает его скорость передвижения на 10%. То есть, чтобы свалить с драки и, как говорится, затеряться в толпе, достаточно нажать определенный хоткей, превратиться вот в такую вот хрюшку и побежать немного побыстрее. Это, я не знаю, это выглядит на самом деле ржачно. И, я не знаю, я когда первый раз это увидел, я сначала не вкурил, что это такое, но потом понял. И все. Самое смешное, что она вещит настолько сильно, что это слышно, и, в принципе, это можно увидеть в игре и задушить, так сказать, какого-то оппонента, видя, что он убегает в этой свинюшке. Ну, вот такой вот рофельный артефакт. Следующий артефакт, это у нас Tumbler's Toy. Данный артефакт в пассиве нам даст 200 единиц маны, и у него есть какая-то активка. Сейчас мы ее также посмотрим. Толкает владельца вперед на расстояние в 300 единиц. Нельзя использовать, если в последние 3 секунды владелец получал урон от игрока. КДшится 15 секунд. Очень интересный артефакт и прикольный звук. Вот этот звук. Очень забавный на самом деле. И этот артефакт позволяет проходить какие-то вот такие препятствия. Знаете, как вот у нас тут low ground, high ground, да, то есть с хг спрыгнуть в low ground можете, можете наоборот. Очень даже прикольная тема, чтобы преодолевать какие-то препятствия. Также очень хорошо сочетается на пангольере. Пангольер может во время своего ультимейта перепрыгивать через какие-то препятствия, но также не считая того, что он и сам может перепрыгивать. И с помощью этого арта также может перепрыгнуть. Очень интересный на самом деле артефакт, который позволяет немного улучшить свою мобильность. Следующий артефакт у нас Seas of Serenity. Очень интересный артефакт, который позволяет немного увеличить свое здоровье. Как говорится, пассивно, так и активно. Смотрите, берем этот артефакт и посмотрим, что он на целом делает. Смотрите, плюс 100 к здоровью. И далее, активная есть способность, которая кдшится 40 секунд. Создает в выбранной области целебный эффект, который дает вошедшим в нее союзникам. Плюс 8 к восстановлению здоровья. Радиус области 350 и длительность 14 секунд. Смотрите, нажимаем троечку. И, конечно же, вот сюда вот закидывается такое вот облако. И наш регент становится немного повыше. То есть сейчас 3.2, а сейчас становится 11.2. Очень прикольная тема. Даже, в принципе, если вы стоите где-то, так сказать, на лайнинге, крепитесь, конечно же, и закинуть под себя это поле. И можно даже и подраться чуть-чуть получше с небольшим, так сказать, регеном. Ну и, конечно же, восстанавливать здоровье, просто не отходя от кассы. Очень удобная тема. При этом, смотрите, даже восстанавливает крипом. И можно использовать даже, я так думаю, как какой-то небольшой пуш-артефакт. Да, как бы это глупо не звучало. Если крипы будут у нас под базилкой. Плюс, конечно же, под этим артефактом, то крипа будет немного тяжелее убивать. Ну, не сильно значительно будет, но не суть. Очень хороший артефакт на ранней стадии, чтобы, так сказать, стоять, крипиться и, не отходя от кассы, работать далее. Следующий артефакт, который у нас тут есть, это Лансов Пурсует. Данный артефакт дает 200 к мане и, атакуя врага в спину, владелец наносит ему на 15 урона больше и замедляет его на 12 и 6%. В ближнем бою на 12%, а в дальнем бою на 6%. И дается замедление это на 1 секунду. Очень интересный артефакт. Мне кажется, зайдет на какого-нибудь Рикимару или, в принципе, на персонажей, которые очень сильно гоняют и заставляют от вас, так сказать, от вашего персонажа убегать и в спину наносить урон. Но давайте попробуем. Смотрите, давайте в лицо побьем Баратрума и посмотрим, сколько дэмэджа наношу. 22 под блоком, 18 под блоком, 28, 31 без блока, 30. Ну, в принципе, 30 урона наношу, да, без блока. И давайте в спину. Без блока. Блок сейчас 30 был, 28 блок, 37, 30 с блоком, 29 с блоком, 28 с блоком, 39, вот 37. Ну, довольно-таки ощутимо, да? Чуть-чуть посильнее вы начинаете бить. Если блок не срабатывает, да даже через этот блок, в принципе, дэмэдж немного выше. Очень прикольный артефакт такой, на раннюю стадию, на раздамаг. В принципе, годно. Следующий артефакт, который у нас тут есть, ребятки, это Окулт Браслет. Данный браслет дает плюс 3 ко всем атрибутам и есть пассивочка. Каждый раз, когда кто-то атакует владельца, он получает эффект, увеличивающий восстановление маны на 0,5 единиц. Максимум эффектов 5, длительность эффекта 10 секунд. Давайте возьмем, посмотрим, как это работает. Образно, смотрите, у меня сейчас 4,9 манарек, и если меня будет бить бара, то, конечно же, мой манарек возрастает. И можно максимум вот так вот простакать до 5 уровня, вот это вот, Окулта. И, конечно же, как вы видите, манареген у меня повышенный. Также эта тема работает от крипов. Вот, смотрите, сейчас стаки упадут, и крипы нас побьют, и манарек у нас возрастает. Очень хороший артефакт, мне кажется, на раннюю стадию. Если, допустим, у вас есть какие-то проблемы с маной, очень может этот артефакт вам помочь, но немножко нужно будет похопать. Так что, вот такой артефакт. Следующий артефакт, который у нас тут есть, и самый крайний артефакт первого разряда, это Брум Хэндл. Данный артефакт дает плюс 50 к дальности атаки в ближнем бою, плюс 8 к урону и плюс 4 к броне. Давайте возьмем его и посмотрим, что у нас поменялось. Никаких у него активок нету, и в целом дальность атаки у нас должна немного возрасти. Смотрите, какая она сейчас. И давайте сейчас выложим и побьем сейчас. Но, как видите, немножко поближе нужно подходить. В принципе, артефакт хороший на раннюю стадию. Довольно-таки неплохой, вы можете с ним немного подальше бить. При этом вы становитесь чуть-чуть плотнее. Ну что ж, друзья, первый тир у нас закончился. Давайте перейдем ко второму тиру. Итак, мы с вами разобрали первый тир. На данный момент нам необходимо разобрать второй тир. Второй тир это у нас 17-27 минута. Какие артефакты будут дропаться тут? Сейчас мы разберем. Первый артефакт, который у нас тут есть, это Рингов Аквила. Данный артефакт даст вам плюс 3 к урону, плюс 3 к силе, 9 к ловкости и 3 к интеллекту. Плюс у нее есть пассивочка. Это действует на союзников вокруг, увеличивает их восстановление маны на 1.25 и увеличивает броню на 2 единицы. Радиус 1200. Очень хороший ранний артефакт, который очень хорошо подходит к ловкачу. Да и, в принципе, другим героям тоже можно его взять, если нет никакой альтернативы. Но, в целом, для ловкача этот артефакт будет очень хороший. Плюс с этим артефактом вы сможете очень легко пропушить линию, дав союзникам, так сказать, крипом немного побольше армора. Но не забывайте, что это кольцо еще можно выключить и, конечно же, не давать крипом армора, тем самым не пушить лайн, так сказать, принудительно. Так что вот такой вот артефакт. Следующий артефакт, который у нас тут есть, это Недер Шавел. Данный артефакт даст вам магическое сопротивление в размере 20% и даст плюс 6% к урону от заклинаний. Но заберет 2 армора. Очень хороший артефакт для тех, кто работает на расстоянии и, так сказать, закидывает заклинаниями. Но и в случае, если на него напали, то, конечно же, чтобы душили, да, только магией, но не физикой. Потому что физика у нас чуть-чуть слабее становится под этим артефактом. В принципе, на раннюю стадию очень даже приемлемый артефакт. Но и, в принципе, тут все. Тут более рассказывать нечего. Следующий артефакт это у нас Дрэгон Скейл. Он дает нам плюс 5 к броне и плюс 5 к восстановлению здоровья. Также, в случае, если вы атакуете врага, то вы будете наносить ДПС, который на 3 секунды поджигает врага, нанося ему 18 урона. Это очень круто. Действует на постройке. И реально еще позволит вам чуть-чуть побыстрее подпушивать. Давайте возьмем этот артефакт и посмотрим, как он у нас будет работать. Давайте, бьет у нас Абадон. И, смотрите, вот такой вот у нас тут дебаф расположен. И на оппоненте, так сказать, есть такой небольшой ДПС. По 13 демэджа он получает. Очень интересный артефакт, который позволяет не то, что побыстрее даже подпушивать, но еще и быстрее подфармливать. Реально, очень крутой артефакт. Мне нравится. В принципе, я бы, наверное, взял, если не было бы никаких других нейтралок. Очень хороший арт. Плюс броня, плюс восстановление здоровья. Вас не пробивают. Вы регенитесь и при этом еще и больно бьете. Можете хорошо пушить. Круто. Следующий артефакт у нас называется Паппелс Гифт. Данный артефакт добавит вам плюс 15 к неосновному атрибуту. Что значит неосновной атрибут? В данный момент у меня Абадон под контролем. Абадон у нас, все вы знаете, силач. И если я возьму этот артефакт, то ему добавится ловкость и добавится интеллект. Соответственно, добавятся неосновные атрибуты. Если у меня будет какой-то интеллект, конечно, герой, то ему добавится ловкость и сила. Очень прикольный артефакт, такой, знаете, на поднятие стату, образно, если вы ловкач, и вам не хватает немного HP, то этот артефакт смело вам, как говорится, добавит немного силы и, конечно же, добавит немного интеллекта. В случае, если вы ловкач. То есть, понимаете, да, что такое неосновной атрибут? Крутой артефакт. Следующий артефакт, который у нас тут есть, это Vembrace. Данный артефакт у нас дает плюс 10 к основному атрибуту предмета и плюс 5 к остальным атрибутам. Также дает один из следующих бонусов в зависимости от основного атрибута предмета. Данный артефакт я почему-то взять не могу в этом лобби, где я тещу, не знаю почему, но этот артефакт можно переключать. Его можно переключать на силу, на ловкость или на интеллект. Тем самым жонглируя вот этими бонусами, которые у нас тут есть, к слову. На силе у нас бонус плюс 10 к сопротивлению магии, на ловкости плюс 10 к скорости атаки, а на интеллекте плюс 6 к урону от заклинания. То есть, если у вас в случае, если, ну, давайте рассмотрим момент. Вас атакуют. Атакуют вас магически. Вы можете переключить его на силу, тем самым увеличить ваше сопротивление. Можете быстрее бить, переключив на ловкость, или можете наносить больше магического урона, переключив на интеллект. Очень удобный артефакт на ранней стадии, в случае, если вы, так сказать, находитесь в необычной ситуации и у вас есть хорошая ловкость рук. Если честно, когда я первые разы играл, и когда не понимал в целом, что делает этот артефакт, то он у меня просто был в стандарте, там, знаете, включен на силе, по-моему, и все. Мне писали, переключи, переключи, а я не понимал. Но сейчас зато, понимая, что такое артефакт, нужно, как говорится, переключать в зависимости от обстоятельств. Следующий артефакт у нас это Бриггенс Блейд. Данный артефакт дает нам плюс 10 к урону и плюс 10 к скорости атаки. Также есть пассивка. Атаки владельца наносят на 10 урона больше за каждый 10% отсутствующего у жертвы здоровья. То есть, чем меньше ХП у оппонента, тем, как говорится, больше будет наноситься урона. Давайте посмотрим, как это работает. Атакуем по 70, по 80. И смотрите, сейчас, по идее, мы будем разгоняться по чуть и урона начнем уже прям наносить очень много. Наносим по 80, уже по 90. Наносим, обратите внимание, уже по соточке. При этом мы уже спустили ХП ниже, чем 50% и по 113 уже наносим. И в целом артефакт прикольный. Очень даже прикольный артефакт получается, что можно раздамаживать намного сильнее. Также, скорее всего, должно оно еще и на крипов работать. Давайте посмотрим это еще на крипчиках, как это будет работать. Ну, в принципе, по крипам я и так больно наношу, да? То есть, ну, по-любому, должен еще и на крипов этот артефакт работать, тем самым увеличивая скорость вашего фарма. Ну, не на много, конечно же, так как раньше талон, конечно, был у нас артефакт. Но, в целом, пойдет, пойдет. Очень даже хороший артефакт на раннюю стадию. Следующий артефакт это у нас Гру Боу. Данный артефакт, я так думаю, для дальних персонажей. Потому что написано, в дальнем бою дальность атаки у нас увеличивается на 100 единиц. И скорость атаки увеличится на 20. При этом есть у нас еще тут пассивочка. Атаки снижают сопротивление магии жертвы на 15%. Этот артефакт строго для дальних персонажей. Потому что бонус дается только в дальнем бою. Как видите, дальность атаки у нас только в дальнем бою увеличится. И это будет, наверное, таки неправильно, если я возьму этот артефакт на абадон и буду бегать с этим артефактом. Лучше взять какой-то образно траксе. И, конечно же, бить какого-то, допустим, героя, у которого есть магическое сопротивление. Очень даже прикольный артефакт. Следующий артефакт. Это у нас философский камень, как говорится, как тут написано. Он у нас дает плюс 80 золота в минуту, плюс 200 к маны и минус 30 к урону от атак. Данный артефакт очень хорошо пойдет на какого-нибудь саппорта, у которого есть, как говорится, урон с маги, но нет урона с руки. Он, в принципе, этот маг и не должен наносить урон с руки. Этот артефакт позволит увеличить ваше золото и, конечно же, немножко добавить вам маны. Реально очень хороший артефакт. И носить на какой-то четверке или на пятерке этот артефакт будет более чем достойно. Потому что вы тем самым сможете поднять золотишко, купить себе какие-то артефакты. И при этом у вас не будет, по сути, никаких затрат маны. Но минус 30 к атаке, когда вы, так сказать, и так никого не трогаете, сильно вам не помешает. Если вы играете на каком-то саппорте, этот артефакт берете. Так что вот такой артефакт простенько и приятно. Итак, ребята, следующий артефакт, который у нас тут есть, это Bull Whip. Данный артефакт дает нам плюс 3 к восстановлению здоровья и плюс 2,5 единицы к восстановлению маны. При этом есть тут у нас еще активка, которая кдш со 11 секунд. При применении на союзника ускоряет его передвижение на 18%. При применении на врага замедляет его передвижение на 18%. При этом эта вся тема длится еще 4 секунды. Давайте возьмем и посмотрим, и поюзаем, как эта тема работает. Вот так вот можно будет проюзать у нас на союзника. Смотрите, такой эффект. И союзник, конечно же, ускорен. У нас передвижение 348 и 295 становится МС. Прикольная тема. При этом можно заюзать еще и на себя, немного ускориться в драке. Или, допустим, если вы играете на саппорте, саппортом пробафать своего кора, как говорится, выстегнуть его. И саппорт, как говорится, ускорит вашего кора, и он убежит ваш кор из драки. И тем самым саппорт спасет. Или заюзать на оппонента. При этом, обратите внимание, если тут такой синий эффект, вот этого хлыста, то здесь у нас будет красный эффект. И, конечно же, будет на оппоненте замедло. 241 МС и 295. В принципе, не сильно замедляет, но в целом артефакт очень хороший. Реально очень хороший тировый, второй тировый артефакт. Ну и погнали следующий артефакт смотреть. Следующий артефакт у нас называется Даггер оф Ристул. Данный артефакт дает пассивно плюс 10 скорости атаки. И есть у нас активка, которая отнимает у владельца 100 здоровья, чтобы временно увеличить его урон на 40 единиц. Длительность 8 секунд. Давайте возьмем и посмотрим. Очень интересный артефакт. Смотрите, у нас 2400 HP сейчас. Сейчас мы нажмем на артефакт, у нас уйдет здоровье и должен повыситься урон. Нажимаем, активировали и пошло месить. У нас урон чуть-чуть стал побольше, но хп немного поменьше. Очень хороший артефакт для таких персонажей, как Войт, наверное, например. Вот, чисто вот на... Ну, например, образно, Войт, как говорится, увеличивает свой, так сказать, урон в куполе. Но немного уменьшает свое здоровье. Как говорится, плюс 40 урона на дороге не валяется. Очень даже интересный артефакт. Ну и в принципе все. Следующий артефакт, который у нас тут есть, ребятки, этот артефакт строго для дальнего боя. Ну как, можно и, в принципе, милишнику взять, чтобы у него был бонус ко всем атрибутам. Плюс 5 единиц и плюс 10 урона. Но основная тема, которая у нас тут есть, которая имеет кд 12 секунд, а именно это, так сказать, сплит по двум целям дополнительные, не будет работать на милишниках. О чем речь? Давайте берем и смотрим, что у нас будет происходить. И давайте подведем еще одного баратрума сюда и посмотрим, что у нас будет происходить, когда мы будем, так сказать, активировать эту тему. Как видели, она работает у нас тема пассивно. То есть она имеет калдаун постоянный 12 секунд. И в течение этих 12 секунд, как 12 секунд проходит, следующая атака у нас будет залетать еще по двум целям. То есть, образно, вы кого-то бьете одного, и еще по двум целям, как говорится, сплитится ваша атака. При этом эффекты не унаследуются. То есть там скайди, всякие дезоляторы, это не унаследуется. Работает только эффект. Орб эффект работает только на основного персонажа, а по другим целям это не раскидывается. Но есть почему-то эффект. Странная, кстати, механика, но такая тема. Давайте покажем еще раз. Атакуем и, как видите, сплит сработал. И пошел пассивный калдаун. И сейчас бьем просто по одной цели. Как только способность у нас откатывается, то сразу же, как говорится, раскидывает у нас SF сплитом дамагу в ближайшие цели и GG. Как видите, у нас разнос такой, в принципе, небольшой. Примерно где-то, ну, где-то, наверное, 600-700. Да, я не знаю, по доте 2 не сильно ориентируюсь по расстояниям. Но в целом, я думаю, понятен у нас этот артефакт. И можно переходить к следующему артефакту. Итак, ребята, крайний на сегодня артефакт второго разряда, это, конечно же, A of the Visor. Данный артефакт будет давать нам плюс 125 к дальности применения заклинаний и минус 20% от максимального запаса маны. Обратите внимание на ману SF. 1200 единиц я сейчас подберу, и мана становится 972 единицы. Если честно, не знаю, где этот артефакт можно применять. Напишите в комментариях, если знаете, как применять этот артефакт, и куда его, и кому можно запихнуть, но я думаю, каким-то, в принципе, персонажем, которым нужна дальность заклинаний, но, если честно, бьет очень сильно по максимальному запасу маны. Но в целом, вот такой вот у нас артефакт имеется. Ребятки, мы рассмотрели сейчас второй тир, и остается у нас далее третий, четвертый и пятый. Поехали к ним. Итак, друзья, мы разобрали только что второй тир, самое время переходить к третьему. Третий тир работает у нас с 27 по 37 минуту, и какие артефакты можно выбить здесь, так сказать, сейчас разберем. Первый артефакт, который у нас тут есть, это Quickening Charm. Данный артефакт дает плюс 10% к уменьшению перезарядок заклинаний, и при этом еще и перезарядок предметов, и плюс 10% к восстановлению здоровья. Ну, 10% это, казалось бы, немного, но Койлы СФа будут кодешиться по 9 секунд, нежели чем раньше кодешились по 10 секунд. И также, конечно же, касаемо всех других, как говорится, заклинаний. Если даггер у нас кодешился 15 секунд, как говорится, станет кодешиться 13 с половиной, как тут написано. Все, вот такая вот у нас прикольная тема, ребятки. Очень простенький артефакт. В принципе, применение реально очень-очень легок. Ну и, в принципе, все, друзья. Поехали на следующий артефакт. Следующий артефакт, который у нас тут есть, ребятки, это Blast 3. Данный артефакт даст нам плюс 7 к броне. И есть пассивное срабатывание, которое кодешится 20 секунд. Если владельца атакует героя, который находится в радиусе 400 от него, то произойдет взрыв, который нанесет 250 урона всем врагам в радиусе 400 единиц. И ослепит их на 2 секунды. Отчего? Они станут промахиваться атаками в 100% случае. Очень интересный артефакт. Давайте его возьмем и заставим Баратрумов нас побить. Посмотрим, что произойдет. Произошел взрыв, нанес все уроны. Как видите, по мне, некоторое время не попадали. Очень прикольный такой сейвовый артефакт на самом деле. И поможет он очень хорошо нашему кору драться. В случае, если может там какой-то найкс, да? Рейдж, допустим, нажимается, найкс бьет. Потом начинает найкса бить. Он наносит урон и накидывает на всех ослепление. Прикольный артефакт. Давайте затестим еще раз. Вот так вот подойдем поближе и атакуем. И смотрите, юзается промахи. И, конечно же, все Баратрумы у нас получили ослепление. Прикольный артефакт. Ну и, в принципе, это все по этому артефакту. Погнали на следующий. Следующий артефакт, который у нас тут есть, это Паладин Сворд. Он дает нам 16 урона, 16% к вампиризму и 8% к вампиризму заклинания. Увеличивает на 14% количество здоровья, получаемого при восстановлении, лечении и вампиризме. Очень прикольный артефакт. Давайте возьмем. И, в принципе, мне кажется, очень неплохо даже зашел бы на ранней стадии на СФ. Потому что СФ вампиризм с заклинанием тоже очень прикольно. Допустим, на Некр, на Пуджа можно будет закинуть данный артефакт. Потому что вампиризм с заклинанием это очень годная тема. Если в первой доте есть артефакт у нас, как называется, Акторин, да. И во второй доте он тоже есть. То помимо Акторина во второй доте еще есть вот такие вот артефакты, которые будут давать вам вампиризм с заклинанием. При этом еще и даст вампиризм с руки. Тут есть примечание. Смотрите, на 7.32 у нас поменялось, что теперь вампиризм от крипов двое меньше. 8% увеличивает на 14% количество здоровья, получаемого при восстановлении, лечении и вампиризме. Это реально очень годно. То есть, когда вы теперь будете просто фармить или кого-то дамажить, то вы, конечно же, будете восстанавливать себе здоровье. И это реально очень годно. Очень хороший, очень хороший артефакт на ранней стадии. На такой нотировой, на середине уже можно сказать. И, в принципе, все. Следующий артефакт очень интересный. Он называется Титан Сливер. Данный артефакт давать нам будет 20% к базовому урону, плюс 16% к сопротивлению магии и плюс 12% к сопротивлению эффектам. Этот артефакт дает сопротивление эффектам. Что это значит? Во второй доте есть такое понятие, как сопротивление эффектам. То есть, все негативное, что будет на вас накидываться, оно будет идти меньше. Сейчас покажу, как это работает. Смотрите, образно это какой-то хекс у оппонента. У нас тут у бары нету, как говорится, этого артефакта. А мы СФу сейчас этот артефакт положим. И, конечно же, посмотрим, что у нас произойдет, когда мы прохексим. Смотрите. Тут проклятие идет, конечно же, поменьше, нежели чем здесь. Даже вот так вот, смотрите. Обратите внимание. СФ выходит с проклятия немного раньше. Это значит, что на него действует вот это сопротивление с помощью Сливера. Очень интересный артефакт. И это, как говорится, добавляет некоторый изюм в понимание сопротивления эффектов. Реально очень годная тема. И хороший артефакт, мне кажется, это будет для таких персонажей, которые имеют какую-то определенную инициативу в драках. То есть, они мало того, что могут раздамажить, так еще и по ним магическое сопротивление. То есть, магии не пробить. И, конечно же, эффекты меньше будут действовать. Обратите внимание, что СФ у нас сейчас имеет 159 урона. Но это, в принципе, урон понятно. Это у нас белый урон без всяких каких-либо дополнительных артефактов. И, конечно же, подняв этот артефакт, мы также улучшим немного вот здесь вот плюсик добавим. То есть, добавим себе плюс 20% к базовому урону. Тоже реально очень хороший артефакт. И главное, чтобы вы понимали, что такое сопротивление эффектов. Потому что многие, кто сейчас смотрит меня с первой доты, они некоторые не понимают, о чем идет речь. В принципе, я тут довольно-таки понятно и объяснил. Погнали на следующий артефакт. Следующий артефакт, который у нас тут есть, это Mindbreaker. Данный артефакт у нас будет давать плюс 25 магического урона от атаки, плюс 25 скорости атаки. При этом у нас тут есть пассивочка, которая будет срабатывать. И она имеет колдаун 12 секунд. Следующая атака применяет на жертву безмолвие на 1.75. То есть, это такой получается артефакт, с помощью которого вы сможете накинуть Silence просто на оппонента, если вы его ударите. Правильно я понимаю? Правильно. Смотрите, накидывается безмолвие и уходит способность у нас в КД. Очень прикольная тема. 25 магического урона от атаки. Это прикольно на самом деле. Очень довольно-таки интересный артефакт у нас получается. Если так мы дамажим соточку, 90, то так мы будем дамажить, подняв этот артефакт немного посильнее. И при этом еще будем улучшать свои атаки тем, что можем раз в 12 секунд засайлносить оппонента. Тем самым сбить, возможно, какой-то ченнелинг или прочую какую-то тему. Простенько и понятно. Следующий артефакт, который у нас тут есть, это Enchanted Quiver. Данный артефакт дает нам пассивную приколюху. А именно. Следующая атака нанесет 225 дополнительного магического урона. А если владелец сразается в дальнем бою, то ее дальность увеличится на 350 единиц. Этой атакой нельзя промахнуться. Калдаун этой пассивной, так сказать, приколюхи 4 секунды. Тем самым, обратите внимание, мы увеличим свою дальность атаки. Смотрите, какая она сейчас. И SF подходит немного поближе. Вы видели, еще нанесли и бонусный. Когда у вас способность откатываться, вы можете, как говорится, делать hit and run. И с такого огромного расстояния закинуть такую сильную плюшку, которая еще и нанесет дополнительный урон. Очень довольно-таки прикольный артефакт. К сожалению, других бонусов он никаких не дает. Но, мне кажется, этого достаточно. Раздамаживать вот так вот магией, это очень даже прикольно. Следующий артефакт у нас называется Elven Tunic. Данный артефакт будет давать нам плюс 26 скорости атаки, плюс 16% к уклонению и плюс 7% скорости передвижения. Данный артефакт, в принципе, очень хорошо подойдет какому-то персонажу, который, ну, образно, может это какой-то ловкач или силач, которому нужно, чтобы его как бы били и по нему промахивались. И при этом у него еще будет небольшая увеличенная скорость передвижения и небольшая скорость атаки бонусом. Очень такой хороший артефакт, в принципе, прикольный. Когда вас бьют, по вам промахиваются и при этом вы еще немного побыстрее бьете. Это реально прикольно. Почему бы и нет? Очень простенький бонус, простенький такой, легенький. И, в принципе, все понятно, ребятки. Ни разу еще Бара, кстати, не промахнулся. Очень довольно-таки странно. О, первый промах, как говорится, шанс сработал. И на этом, как говорится, обзор этого нейтрального артефакта у нас подошел к концу. Погнали к следующему. Следующий артефакт у нас называется Cloaca of Flames. Данная Cloaca будет давать нам плюс 4 гаврани и плюс 10% сопротивления магии. Плюс есть еще пассивный иммолейд. Жжет врагов каждую секунду, нанося им 45 урона. У иллюзии наносит 30 урона в секунду. Радиус 375 единиц. Подбираем Cloaca и подходим поближе, посмотрим, что будет происходить. Да, есть у нас такой пассивный ДПС. Обратите внимание, вы наносите оппонентам немного дэмэджа. Это реально очень прикольно. Простенький такой артефакт, который позволит вам чуть-чуть побыстрее, как говорится, подфармливать. И при этом еще вы можете очень хорошо драться. Нанося какой-то бонусный дополнительный урон. Следующий артефакт довольно-таки тоже интересный. Церемониал Робе. У нас он будет давать плюс 250 единиц к мане. Также он будет в радиусе 1200 единиц всем оппонентам снижать сопротивление эффектом на 10%. И сопротивление магии также на 10%. Очень прикольный артефакт какому-то саппорту, который постоянно в драке. Очень будет хорошо этот артефакт помогать, как говорится. И для ваших союзников будет реально очень годный артефакт. Будут немного у нас тут эффекты сниженные. И, конечно, сопротивление магии также будет немного снижено. Магии получше нанесете. И, конечно же, эффекты будут длиться подольше. Это реально очень годно. Следующий артефакт называется у нас Псайчик Хэтбен. Он дает у нас 15% к интеллекту и плюс 100 к дальности применения заклинаний. Также есть у нас тут еще и обилка, которая отталкивает выбранного врага от владельца на расстоянии 400 единиц. Эта КДС-6 тема у нас 20 секунд. Давайте посмотрим, как это будет работать. Вот так вот нажимаем и спокойно отталкиваете. Очень прикольная тема. На себя нельзя эту тему наюзать, конечно же. На врага нажали, оттолкнули. Очень прикольный артефакт. То есть, как будто, знаете, на вас нападают и вы можете спокойно его оттолкнуть. Поменять ему позиционку. Как говорится, и кора, в принципе, оттолкнуть. И, в принципе, очень простенький артефакт в применении. Следующий и крайний артефакт у нас в третьем тире. Это, конечно же, артефакт Огре Сил Тотем. Он дает нам в пассиве плюс 10 к силе. И есть у нас тут одна активная тема, которая стоит 75 единиц маны и КД-640 секунд. Владелец два раза скачет вперед, как Моржогр. Нанося 150 урона и на 100% замедляя передвижение врагов в радиусе 225 с каждым скачком. Дальность 400 единиц. Длительность замедления на секунду. Есть какие-то примечания. Бонус к силе уменьшен с 12 до 10. И новый предмет третьего разряда. Давайте посмотрим, что он у нас будет делать. И посмотрим, насколько сильно он будет замедлять, когда мы будем рядом проскакивать. Кстати, я этот артефакт уже протестил. И он очень сильно, как говорится, мобильность улучшает нашу. Вот так вот пропрыгивает он. Смотрите, как замедлило. И при этом вы еще в это время атаковали. И это реально очень интересно выглядит. Можно, наверное, еще вот так вот это подъюзать. То есть вы можете с лоу граундов, хай граунд перепрыгивать. Очень довольно-таки интересное применение. Выглядит, наверное, немного бредово. Но в целом артефакт довольно-таки интересный. Замедло плюс, как говорится, урон. Это очень реально прикольно. Ну что ж, третий тир, ребятки, мы разобрали. Давайте переходить к более серьезным тирам. А это именно уже четвертый и пятый тир. Что ж, друзья, самое время нам разобрать, конечно же, четвертый тир. И четвертый тир у нас доступен с 37 по 60 минуту. Друзья, первый артефакт, который мы тут будем разбирать, это, конечно же, Таймлес Релик. Данный артефакт у нас четвертого тирата будут давать вам 20% длительности отрицательных эффектов. И плюс 15% к урону от заклинаний. Усиливает заклинания владельца. Увеличивает их урон и длительность отрицательных эффектов. Этот артефакт отлично подойдет для тех, кто у нас как Леончик, да, дизейблет, Станчик, там, Хексик, всякая такая тема. И, конечно же, плюс еще урон к заклинаний. Это реально очень годно. То есть с ультимейта вы сможете нанести на Леоне немного больше урона. В принципе, артефакт очень понятен. И артефакт очень сильный для каких-то персонажей, которые не только дизейблет, но еще и магически много наносят урона. Следующий артефакт, который у нас тут есть, это Спелл Призма. Плюс 12% к уменьшению перезарядок заклинаний. Плюс 8% ко всем атрибутам. И плюс 4% к восстановлению маны. Есть пассивное применение. Уменьшает перезарядку всех предметов и способностей. Но это и так понятно. Данный артефакт, в принципе, такой же простенький, как и тот же самый Акторин. Но, конечно же, немного повеселее. Уже немного тут, конечно же, у нас, ну, не веселее на самом деле. Я просто сравнивал с тем артефактом, который был в каком-то из этих тиров. Тоже он там давал уменьшение перезарядок. Вот вот этот артефакт. Этот артефакт чуть-чуть посильнее. Он дает перезарядки немного побольше. И, конечно же, дает еще ко всем атрибутам. И, конечно же, к небольшому количеству, так сказать, восстановлению единиц маны. Очень простенький артефакт для каких-то магов. Реально хорошо зайдет. Следующий артефакт у нас называется Асетикс Кэп. Он дает нам плюс 250 к здоровью и плюс 15 к восстановлению здоровья. Есть также пассивное срабатывание, которое у нас кэдэшится 30 секунд. Когда на владельца накладывают отрицательный эффект, он получает плюс 40% в сопротивлении эффектом на 3 секунды. Давайте возьмем и посмотрим, что будет происходить. У нас тут есть баратрум, который закинет сейчас на него хекс. Обратите внимание, что сейчас произойдет. Хекс вообще почти на него не подействовал. Было очень быстренькое применение. И сейчас мы заюзаем еще раз хекс. И посмотрите разницу. Хекс как долго идет, да? То есть с артефактом, который дает 40% у нас, как говорится, сопротивления эффектом, вы становитесь ну просто нереальной машиной такой, которую невозможно задизайплить. Отличный артефакт четвертого разряда. Следующий артефакт у нас такой. Вичбэйн его название. И что он у нас дает? Плюс 20 скорости атаки. Есть у нас активочка. Активочка у нас стоит 75 маны и кдшится 20 секунд. Применяет развеивание на выбранного врага или союзника. То есть если кому-то там дают какой-то баф положительный из оппонентов, то вы можете спокойно это снять. Либо если вашему союзнику дали хекс, вы также сможете его снять. При этом у нас еще есть еще одна пассивная тема. Каждая атака владельца наносит жертве урона равный 4% от максимальной маны. Очень сильная вещь против каких-то магов, у которых очень-очень много маны. Реально очень прикольный артефакт. Давайте попробуем что-нибудь подразвеять сейчас. Интересно, как, наверное, это можно будет применить. Давайте что-нибудь сейчас придумаем и я затещу. Я заспаунил союзного бадона и сейчас я попробую снять этот хекс. Снимаю и хекс почему-то не снимается. Довольно-таки странная тема. Видимо артефакты не развеивает. Но если мы сейчас накинем какой-то негатив, то скорее всего снимем его. Я заспаунил вражеского акса и у него здесь есть вторая способность, которая накладывает дебаб. И сейчас мы накинем на бадона и снимем ее. Смотрите, накидываю и конечно же можно спокойно развеять. Как видите, спокойно все у нас развеяло. А это значит, что этот артефакт отличный артефакт для какого-нибудь персонажа, который может в принципе и помочь и очень сильно надамажить. Следующий артефакт, который у нас тут есть, это фликер. Данный артефакт будет давать вам плюс 35 скорости передвижения и есть активочка, которая кдшится 5 секунд. Снимает отрицательные эффекты и мгновенно перемещает владельца в случайном направлении на расстоянии от 200 до 600 единиц. Не меняет местоположение владельца, если он получал урон от игроков в последние 3 секунды. Очень интересный артефакт. Он позволяет задиспелиться, немного передвинуться, если вас не атаковали. И в принципе все. Если вас ударили, то вы не передвинетесь. Как это работает? Если мы в пассиве сейчас нажмем, то это будет выглядеть вот так. Рандомно меня куда-то блинкануло и при этом я задиспелился. Очень довольно-таки простенько. Обратите внимание, типа как будто дайгер какой-то, но он неуправляемый. Давайте попробуем теперь задиспелиться. Акс кидает нам негатив. Мы нажимаем. Не апортуемся на определенное рандомное расстояние, но при этом задиспелились. Это и фишка этого артефакта. Довольно-таки интересный артефакт. Но в принципе даже если там много каких-то негативов, он очень хорошо может зайти на любого персонажа. Лично я так думаю. Не знаю, можете поправить в комментариях. Следующий артефакт, который у нас тут есть, это ниндзя гир. Он дает нам плюс 25 ловкости и плюс 25 скорости передвижения. Данный артефакт можно заюзать. КД у нас 45 секунд будет и применяется на владельца эффект предмета Smoke of Decide. Что это значит? Это значит, что когда вы нажмете на этот артефакт, то подходя ближе к оппонентам или ближе к товарам, вы конечно же выйдете со смока. Ну то есть как работает обычный смок? Дает вам немного эмэса получается. И кстати вы можете игнорировать еще варды. Прикиньте смока как работает. Игнорите варды, но единственное по центру вас можно увидеть. Ну и как только вы подходите к каким-то оппонентам, героям или к товарам, то конечно же действие смока спадает. Самая классная тема это конечно же, что дает 25 ловкости и скорость передвижения. Очень хороший артефакт на того же самого СФ, чтобы аккуратненько двигаться по карте. Ну и в принципе на ловкача в стандарте очень хорошо зайдет. Следующий артефакт у нас Телескоп. Данный артефакт улучшает у нас приколюху, которая дает возможность просканировать территорию. И плюс еще добавит нам конечно же дальность атаки аурой и дальность заклинаний аурой. Очень прикольный артефакт. Хороший артефакт для какого-нибудь саппорта. Давайте возьмем его и посмотрим, что у нас улучшится. Вот такая вот у нас дальность 1200, радиус. И конечно же дальность применения заклинаний у нас. И конечно же дальность атаки от ауры немного возрастает. Сейчас все это разберем. Смотрите. Снижает перезарядку сканирования на 50%. Увеличивает дальность атаки, применение и применение способностей союзников в радиусе 1200. Что такое у нас сканирование? Все вы знаете, что в Доте 2 есть сканированная территория. Вот оно вот здесь вот находится рядом с глифом. Я к сожалению не могу из-за вебки вам показать. Но этот скан показывает, есть ли в данной территории на карте, вообще не важно фог есть там, нету фога, есть ли там какой-то оппонент. Вот такой темой вы нажимаете, территория сканируется, показывается это на карте. Если там нету врагов, то конечно же территория показывается как зеленая, если вы в случае просканировали территорию. Если там кто-то есть, то конечно же будет опознаваться красным. Очень полезная тема. И телескоп позволяет на 50% перезарядить эту тему быстрее. Это реально очень годно. Ну и также еще аура дополнительной дальности атаки на 100 единиц и дополнительной дальности заклинаний. Это реально очень круто. По соточке добавляется нам союзникам. И можно так сказать немного ближе, так сказать, немного дальше бить. Вот смотрите, я сейчас подойду. И персонаж у нас на Абадоне будет бить немного дальше по идее. Да, смотрите, немного подальше начинает бить. Акс там крутится. Бедолага. Немного подальше бьет. И если я отойду, он будет подходить немного поближе, чтобы атаковать. Очень довольно-таки интересная тема. Ну и конечно же дальность заклинаний также у нас возрастает. Очень прикольный артефакт. Не знаю, в принципе тут добавлять больше нечего. Хороший артефакт для саппорта, для какой-нибудь венги четверки. И реально очень хорошо ей зайдет. Следующий артефакт называется Трикстер Клоак. Это какая-то Клоака, капюшон, которая будет давать плюс 20% к сопротивлению магии. И плюс 20% к уклонению. Подойдет очень хорошо для какого-нибудь лавкача, который просто там, ну, очень много магии может на лицо получать. Или, конечно же, его просто постоянно бьют. Когда его будут атаковать, по нему будут промахиваться. Далее, что у нас тут есть? У нас тут есть активочка, которая кдшится 25 секунд и делает владельца невидимым на 6 секунд. Давайте посмотрим, как это работает. Заходим типа в инвиз и, конечно же, когда атакуем, выходим с инвиза. Очень такой хороший артефакт, который позволит передвигаться по карте более, так сказать, ну, аккуратно. Тем самым, еще, кстати, заставляя оппонентов прикупить дасты или покупать центры, чтобы был какой-то на вас трусайд. Так что, вот такой артефакт. Следующий артефакт, который у нас тут есть, это Стормкрафтер. Очень интересный артефакт, который добавит вам плюс 4 к восстановлению маны. Есть активная способность, которая поднимает владельца в воздух на 0,75 секунд, тем самым давая ему возможность закайтить что-то. Конечно же, это будет стоить 50 маны и перезарядка будет 25 секунд. И есть, конечно же, пассивное срабатывание. Бьет током случайного врага в радиусе 700. Нанося ему 200 урона. И, конечно же, на 0,3 секунды замедляя его на 40%. Интервал ударов 3 секунды. То есть, раз в 3 секунды будет бить какого-то рандомного персонажа в радиусе 700 единиц. Нанося ему 200 урона и замедляя на 0,3 секунды на 40%. Довольно-таки интересный артефакт. Давайте посмотрим, как это все выглядит. Вот так подходим в радиус. И, конечно же, смотрите, Баратруму наносится урон вот этой молнии. И, конечно же, его еще при этом замедляет. Так вот, кратковременно, да. И получается еще на молния какая-то накидывается. Ну и, конечно, есть у нас тут еще вот такой вот кайт, да. Образно очень медленно что-то Бара сейчас побежала. Я думал, он намного быстрее побежит. И можно, короче, с помощью вот этого ветра еще какого-то, который делается там на 0,75 секунд, можно закайтить что-то. И, конечно же, заэскейпиться еще после. Типа, короче, мини-юл получается у нас этот артефакт. Довольно-таки прикольный арт. Погнали дальше. Следующий артефакт у нас довольно-таки интересный тоже. Называется он Пента Эджет Сворд. Он дает 45 к урону. Дает плюс 100 к дальности атаки в ближнем бою. Также есть пассивное срабатывание. Каждая атака имеет шанс 25% на 3 секунды замедлить передвижение врага на 20%. А атаку на 60%. Это реально очень сильный артефакт для милишника. Давайте посмотрим, как он будет работать. На Абадоне так вообще, мне кажется, будет смотреться еще лютие. Потому что если сработает еще и какой-нибудь артефакт, вот он сейчас сработал. Как видите, сработало еще сильнее замедлено. То есть на Абадоне вообще прекрасно будет смотреться. И там еще такой звук был, как будто хрящик какой-то сломался у Акса. И реально очень жестко. Мне кажется, на Абадоне не сильно будет это заметно, тема с замедлением. Но в целом артефакт очень годный, нейтральный. Мне кажется, на другого какого-нибудь ближнего персонажа, можно там сказать, на лайфстиллера, может зайдет очень прям хорошо. При этом еще и дальность атаки у нас увеличена. И урон. Это реально очень крутой артефакт 4-го разряда. Следующий и крайний артефакт у нас 4-го разряда это Хаок Хаммер. Данный артефакт дает нам 12 к урону и 12 к силе. Плюс есть у нас еще активочка, которая кдшится 10 секунд. Отталкивает врагов, находящихся на расстоянии 400 от владельца. Жертвы получают магический урон, равный 175, плюс сила владельца. Помноженную на 1 и на 3 секунды замедляет на 50%. То есть вы понимаете, помноженную на 1, то есть если у вас 100 силы, то нанесет еще 100 урона дополнительно. И на 3 секунды замедлите на 50% всех, кого вы оттолкнули в радиусе 400 единиц. Давайте посмотрим, как это работает. Очень сильный артефакт, мне кажется, на силачей. Реально очень годно. Вот так подходите, нажимаете и всех откидывает, и при этом нанесло еще и урон. Обратите внимание, ну 200 хп в принципе у оппонентов улетели. В принципе простенький артефакт, да, можно даже, наверное, как-то подобуживать его. Типа, знаете, наверное, с хайграунда в лоу граунд скинуть там образно, да. То есть можно и так даже подобузить. Очень простенький, очень интересный артефакт, который в принципе в четвертом тире смотрится, но неплохо. Неплохо, ребятки. Ну и что ж, остается у нас самый крайний и самый лютый тир, ребятки. Это у нас пятый тир. Переходим и смотрим. Итак, друзья, самое время у нас, конечно же, разобрать пятый тир. Пятый тир, как вы помните, открывается у нас с 60 минуты. То есть когда 60 минута уже вот здесь вот показана, то, соответственно, пятый тир у нас открывается. Идем в лес и выбиваем артефакты. Какие, спросите вы? Сейчас я вам подскажу. Первый артефакт, который у нас на пятом разряде, это, конечно же, форс бутс. Они дают 115 скорости передвижения, плюс дают плюс 30 к восстановлению здоровья. Также у нас тут есть активочка. 75 маны она стоит и кдшится 8 секунд. Развеивает с владельца отрицательные эффекты и толкает его в направлении взгляда на расстояние 750. То есть получается такой форс став плюс развеивание. Очень даже годно. Плюс еще есть пассивочка. Снимает с владельца ограничение на скорость передвижения. То есть если вас забафывают, то у вас нету никаких ограничений по скорости. То есть у вас скорость может быть там и 900, и 800. Не важно. Главное, что у вас не действует больше это ограничение. Давайте возьмем этот ботинок и посмотрим, что у нас будет происходить. Смотрите, Акс нас задебафил. И мы, конечно же, с себя снимаем эту тему и форцуемся. Довольно-таки лютый форстав. Он очень далеко форсуется. Просто посмотрите на это расстояние огромное. Это жесть. И эффект такой еще звуковой, своеобразный. И сейчас мы также еще и на союзника это замутим. Давайте покажем. Оп, вот так вот. И, конечно же, диспелим. Очень довольно-таки прикольная тема. Давайте еще посмотрим. Это как-то будет контактировать именно с Хексом. Потому что я так смотрю, Хексы никак не снимаются. Хекс не снимается. Также не диспелится. Но довольно-таки лютый артефакт. При этом дает очень большое количество МС. Реально. То есть, прикиньте, можно его использовать. Образно у вас 6-слотовый Свен. Который там 6 слотов просто все в дамаг. А мобильности совсем нет. Можно вот этот сапожочек использовать, мне кажется. Но если вы прям Свен лютый дамагер. А не хотите, чтобы у вас был немного мобильности. То, конечно, можете взять там другие какие-то более дамагерские нейтральные шмотки. Ну, вот такой вот у нас первый артефакт в пятом тире. Следующий артефакт у нас в пятом тире. Это Стигуян Дезолятор. Да, почему-то он так и называется, как в первой доте. Добавляет он нам плюс 60 к урону. И атаки уменьшают броню цели на 10 единиц. Эффект длится 7 секунд. Обычный стандартный Дезолятор. Что тут можно сказать? Бьете, снимаете защиту. Все. Отличный дэмэдж артефакт в лейт стадии. В оверлейт стадии. Допустим, если вам не хватает, как говорится, пробития, не хватает вам снятия армора, то, конечно, этот артефакт нейтральный поможет вам. Очень простенький артефакт и очень крутой. Следующий предмет, который у нас тут есть, это Сирстоун. Данный артефакт будет вам давать плюс 350 к дальности применения заклинаний, плюс 350 к радиусу обзора, плюс 10 к восстановлению маны. Отличный артефакт на интеллект. Далее, у нас тут есть какая-то активка, которая кэдэш целую минуту дает обзор по любой области радиусом 800 единиц на 6 секунд, раскрывая невидимость в ней. Этот артефакт работает на глобальной основе. И вы можете куда угодно его направлять, хоть вот сюда. Видите, просто безграничная дистанция у нас, хоть сюда нажмете. И вот такой вот будет эффект. И при этом, вот эта вот тема радиусом 800 единиц будет показывать всех, кто находится в невидимость. Вот тут у меня стоит бара, он здесь не просто так стоит. Мы сейчас пробафаем, так сказать, не пробафаем, а заново заресторим. Нажимаем у него лотар, его не видно, обратите внимание. И когда мы заюзываем этот имбовый артефакт, вы увидите здесь невидимости этого баратрума. При этом, это реально очень жесткая тема. В этом радиусе просто палит все невидимое. И можно, так сказать, подсмотреть, где кто из оппонентов. Но не имбовый артефакт. Просто жесть. Какой-то лютый пятый тир, если честно. И очень сильный артефакт. Следующий артефакт, который у нас тут есть, это Mirror Shield. Данный спелл, данный артефакт, вернее, позволяет вам отразить какие-либо направленные способности обратно. Это реально очень жестко. Но давайте по порядку. Плюс 10 ко всем атрибутам. И далее. Пассивное срабатывание. Блокирует и отражает большинство направленных заклинаний обратного врага раз в 12 секунд. При этом тут есть какое-то примечание. Перезарядка увеличена с 8 до 12 секунд. Давайте возьмем и посмотрим, что у нас будет происходить. Смотрите. Этот артефакт работает в пассиве. Это значит, что нам ничего не нужно нажимать. Давайте Бара нажмет на СФ. Чарж и посмотрим, что произойдет. И СФ побежал у нас в Бару. Да. Довольно-таки прикольное применение. То есть это артефакт, который позволяет 100% что-то отразить. Какую-то направленную способность. Даже, возможно, Хекс тоже должен, по идее, отразить. Это ведь направленная способность. Да, соответственно, и Хекс также отразила. Получается такой небольшой Lotus Orb, но более прикольный. Потому что он имеет пассивное срабатывание. И, конечно же, плюс 10 ко всем атрибутам. Ну, так, знаете, слабенько, плюс 10 ко всем атрибутам. Но, в целом, само отражение очень прикольная тема. Следующий и жесткий артефакт называется Апекс. Плюс 70 к основному атрибуту. Это просто жестко. Поднимаем и смотрим. 110 ловкости сразу стало. Обратите внимание. Так было 40. Стало 110. И обратите внимание на дамаг. 255 урон становится, а было 185. Это очень жесткий артефакт, который дает просто к основному атрибуту плюс 70. Он не дает никаких пассивных. Ничего не дает. Но просто дает плюс 70 к основному атрибуту. Прикиньте, если у вас герой силач, сколько силы вы можете получить? Просто 70 силы получаете, и ваш герой становится реально намного плотнее. Ну или ловкачу, как видите, дамага плюс армор и плюс, конечно же, АС. Это реально очень-очень жестко. Следующий артефакт нам будет довольно-таки, ребятки, знаком всем игрокам, кто связан с первой дотой. Book of the Death. Данная книжка будет давать вам плюс 30 к силе и плюс 30 к интеллекту. Что у нас тут есть? Активная способность, которая кдшится 80 секунд. И что она делает? Призывает две пары существ от некрономикон третьего уровня. Которые живут 75 секунд и имеют на 100% больше здоровья и на 75% больше урона. Давайте нажмем и посмотрим, что же это у нас такое. Да, именно, ребятки, это у нас некрономиконы. Это наши некрочи, как говорится, в первой доте. Но, что у нас тут есть? Давайте разберем. Вот такие вот у нас две пары некрономиконы. Как будто у нас и союзник тоже некров собрал. Третьего уровня. Что у нас тут есть? У нас тут есть манобрик. Это по стандарту сжигание маны. Потом далее, что там у нас? Ласт Уилл. Конечно же, наносит урон при убийстве некрономикона. 800 урона. И, конечно же, есть у нас еще раскрывает невидимых вражеских существ. И варты в радиусе 1000 единиц. По стандарту. И далее. Смотрим другого некроча. Снимает положительные эффекты с противников и замедляет их передвижение. У него есть пургия вместо моноберна таргетного. То есть, если у обычных некрочей в первой доте идет таргетный моноберн, то тут, конечно же, это пургия. Дальность применения 600, длительность 4, беззарядка 15. Это все понятно. И ускоряет передвижение союзников вокруг. Радиус 1200. И дополнительная скорость передвижения 9%. Так что, вот такие вот у нас демонологи, ребятки. Просто демоноиды вот такие вот, так сказать, вызываются. И вы можете спокойно, как говорится, ломать, пушить, уничтожать. И, конечно же, вносить, как говорится, некий дисбаланс. Потому что у вас есть некрочи, которые вас еще и пробафают. Это реально очень годно. Следующий артефакт называется Fallen Sky. Очень интересный артефакт. И он мне реально очень жестко понравился. Что он делает? Сейчас я вам расскажу. Он дает 15 к силе, 15 к интеллекту, плюс 15 к восстановлению здоровья, плюс 10 к восстановлению маны. Есть какая-то обилочка активная, которая кдшится 15 секунд. Давайте посмотрим, что она делает. Превращает владельца в метеор, который после задержки в одну секунду бьет по области радиусом 315 единиц. Удар оглушает вражеских существ на 2 секунды. А также наносит урон врагам и постройкам и поджигает их на 6 секунд. Отчего? Они получают урон каждую одну секунду. Урон постройкам от ударов 75. Периодический урон постройкам 60. Урон постройкам от удара 75. Неправильно прочитал, сори. Урон существам от удара 150. И периодический урон 60. Дальность применения 1200. В общем, это получается что-то типа даггера. Но при этом это очень имбовая вещь. Если обычный даггер это у нас просто блинкаут. И он также еще даггер у нас сбивается, как и этот артефакт. Это очень важный момент. То обратите внимание, как работает этот Fallen Sky. Очень жестко и очень интересно он работает. Смотрите. Блинкуетесь. Вы становитесь неуязвимыми. Неуязвимыми. На то время, пока вы пролетаете, так сказать. Дропаетесь в то место, куда вы указали. И накладываете на оппонентов стан. И, конечно же, накидываете на них ДПС. Посмотрите. Они сейчас находятся в стане. И на них действует ДПС. Горение такое небольшое. При этом этот артефакт еще позволяет и пушить. Если вы также будете в постройки влетать, то также сможете и быстрее пушить. Если честно, очень прикольный арт. КДшится также, в принципе, 15 секунд, как и даггер. Но, по мне, так это круче, чем даггер. Потому что вы еще и можете что-то закайтить. Образно, да, там Бара бежит. Вы раз, исчезли. И контратаку такую сделали. Это реально очень годно. Мне нравится этот артефакт. И он довольно-таки прикольный. Ради этого артефакта, в принципе, мне кажется, стоит играть 60 минут. Следующий артефакт у нас называется Arcanist Armor. Он дает у нас плюс 5 к броне и плюс 20% к сопротивлению магии. Есть у него тут активная билочка, которая КДшится 20 секунд. И что она дает? Аура этого предмета дает плюс 40% к возвращению урона на 5 секунд. Вы прикиньте, возвращение урона на 5 секунд. Плюс еще есть пассивочка. Дает плюс 5 к броне и плюс 20 к сопротивлению магии. Всем союзникам, кроме владельца в радиусе 1200. Это довольно-таки прикольно выглядит. И получается, если в толпе прожимается этот спелл, и в радиусе 1200 единиц, все союзники ваши, они будут, так сказать, пробафаны на 40% к возвращению урона в течение 5 секунд. То есть, не важно, кого там бьют. Допустим, вот Бара побежал бить Абадона, да? То есть, вот сейчас он его лупит. И сейчас он будет себя сам лупить, получается, за счет этого артефакта. Ну, это получается, если честно, какая-то тоже имбовая тема. Потому что всю команду вы пробафаете в радиусе 1200, да, получается. И все. И получается, все оппоненты, которые будут бить вашу команду, они будут получать урон. При этом, обратите внимание, эта тема работает как аура. То есть, она не пробафает, то есть, я неправильно сказал, она работает как аура. То есть, в радиусе 1200, если все зайдут в этот круг, но не все, а кто конкретно в драке находится, да, то, получается, будет такой ретерн 40%. Ну и, конечно же, пассивно, вы уже и так поняли все, как пассивно это все тут работает. Дает 5 брони и 20% сопротивление магии. Очень хороший артефакт на четверочку, мне кажется, на пятерочку. Хорошо зайдет. Следующий артефакт у нас больше парофла, наверное, чем какой-то серьезный. Пирейд Хэт. Он у нас дает... Что этот артефакт, спросите вы? Он дает у нас 150 скорости атаки, плюс 15 скорости передвижения. И есть активочка, которая кдшится 40 секунд. Применяется 1 секунду, выкапывает руну богатства. Это что вообще такое? Что это за такая лопата новая, которая выкапывает руну богатства на 60-й минуте? Что это такое? Не считая того, что тут лютая скорость атаки будет у вас и небольшая скорость передвижения, но этот артефакт дает возможность еще немного укрепиться в финансовую сторону вашей команды. Я не знаю, прикольный и парофлу, в принципе, артефакт тоже для саппорта, но имеет место быть. Если честно, прикольно то, что руну богатства в такое время, знаете, когда вы стоите на ХГ, люто дефитесь и идут такие лютые качели. Вам этот артефакт позволит немного выровняться по золоту и хотя бы попробовать, возможно, как-то камбэкнуть. Не знаю, прикольный артефакт. Следующий артефакт, ребятки, который у нас тут есть, это Экс-машина. Плюс 20 к броне он добавляет, и у нас тут есть активочка, которая у нас перезаряжает все предметы. Это реально очень прикольно. Стоимость этой темы 350 маны и перезарядка 25 секунд. Есть тут примечание. В 7.32 ресет скалдаун. Расход маны увеличен здесь с 0 до 350. Понерфили максимально люто. И думаю, этот артефакт, в принципе, потерял сейчас свою, так сказать, тему, свою мету, и его будут использовать реже. Этот артефакт просто перезаряжает вам предметы, но не перезаряжает рефрешер орд. Давайте понаюзаем и посмотрим, что произойдет. Вот так вот образно, да, потом 4, вот сюда. Нажимаем. Четверочка. Тройка. И опять у нас все есть. И опять можно у нас захексить, опять блинкануться, все понажимать. При этом ваши, так сказать, обилки, ваши способности этот артефакт особо не перезаряжает. И это очень жаль. Итак, друзья, следующий артефакт у нас это Геанс Ринг. Данный предмет дает нам 35 к силе, плюс 50 скорости передвижения и плюс 60 к размеру модели. Спросите, зачем нам здесь плюс 60 к размеру модели? Объясняю. Тут есть очень имбовая пассивка. Дарует беспрепятственное передвижение. Враги под владельцем каждую секунду получают урон в размере 100% от его силы. Берем этот артефакт и смотрим. Обратите внимание, как выросла моделька и под нами появляется вот такой вот эффект. Эффект какой-то сыпания вот этих камней каких-то. Ну, видимо, камней наложил. И что у нас тут есть? Конечно, мы можем беспрепятственно двигаться с лоу граунда на хай граунд и наоборот. И при этом у нас еще есть пассивка, которая как кентавр во время ультимейта в первой доте, помните, да? Давил вот так вот всех. И, конечно же, наносится урон. Посмотрите, просто давит и наносится урон. Реально очень жесткий артефакт. Самое приятное, то, что у нас тут есть, это не то, что, в принципе, можно переходить, да куда-то там ползать. А то, что еще этот артефакт, он дает, конечно же, скорость передвижения и силу. Это тоже немаловажный атрибут. Потому что у нас тут вот это давление сверху, да, нанесение урона также зависит от силы. И этот артефакт полностью, так сказать, добавляет вот этот момент, что дает еще и силу и дэмэдж с этой пассивной, так сказать, способностью. Очень прикольный артефакт и очень жесткий на пятом тире. Ну что ж, друзья, и самый крайний артефакт в пятом тире у нас это Book of the Shadows. Данная книжка дает вам плюс 13 ко всем атрибутам и плюс 400 к радиусу обзора ночью. Тут есть у нас активочка, которая кдшится в 8 секунд. Целью может быть союзник, враг или сам владелец. Выбранное существо 4 секунды нельзя выбрать целью. Оно не может применять способности и использовать предметы или атаковать. Применяет нормальное развеяние. То есть это получается какое-то изгнание, получается астрал. Но при этом вы можете передвигаться, но не юзать артефакты и не юзать свои способности. Можно заюзать на союзника, можно заюзать на врага, тем самым задизейблив его. Можно заюзать на себя, задизейблившись и попытаться уйти, потому что вас не смогут атаковать. Или накинуть на союзника, тем самым попытаться его подзасейвить. Но и можно еще и поднасрать. Ведь если там есть какие-то способности, которые уже, вернее, есть какие-то артефакты, которые позволят уже уходить. И вы можете, так сказать, немного подзаруинить своему союзнику. То это, конечно же, немного подзарвет войсчат в дотке и, конечно же, будет немного неприятно. Что ж, друзья, на этом сегодняшнее видео подходит к концу. Спасибо всем, кто посмотрел этот видосик. Обязательно поставьте лайк за мое старание и, надеюсь, для вас теперь артефакты по тирам нейтральные будут немного понятнее. Как и для меня. Для меня тоже будет это полезно. И, ребятки, не забывайте, что если кто-то с первой доты смотрит это видео, я не перехожу в D2. Я лишь добавляю контент по доте 2. Мне кажется, это будет неплохо, так сказать, для нас, для всех. Немного подразвитие, небольшое такое развитие. И, конечно же, немного двигаться вперед. Спасибо всем, ребятки, кто поддерживает. Обязательно, ребятки, поставьте лайк, ведь я очень сильно постарался. Сколько монтировал, сколько все это тестил, смотрел. Но на самом деле было интересно. И для вас, я надеюсь, тоже это время, ребятки, пролетело. На этом все, друзья. С вами был Xenazos и до скорого.